Спортом Дмитрий Новиков занимается с детства. Считает, что активный образ жизни не только улучшает самочувствие, но и поднимает настроение. А с тех пор, как в нашей стране начал развиваться воркаут, он перешел на уличные тренировки. Тебе не нужен ни тренер, ни оплачивать спортзал, ничего. Просто приходи и занимайся. Для меня это было самой удобной формой занятия. Сегодня видно десятки воркаут-площадок, где установлены турники, брусья, шведские стенки и прочие конструкции, на которых с использованием собственного веса можно накачать все группы мышц. Какие, например, можно упражнения сделать здесь? На самом деле огромное множество. Но помимо этого, даже если у вас просто есть тяга к спорту, для этого иногда даже не нужна спортивная площадка. Можно просто отжиматься. Но спорт на свежем воздухе – это не только воркаут-площадки. Благодаря программе «Школьный двор» в каждом учебном учреждении Ленинского района были открыты стадионы. Во внеурочное время ими могут пользоваться все желающие. На территории каждого есть игровые поля, беговые дорожки, тренажеры. Последние, кстати, устанавливают и просто во дворах поселений. Правда, к ним у жителей есть некоторые претензии. Не все тренажеры, так скажем, знакомы. Большой частью, ну, многие из них там, скажем, не используются. Или, ну, или какую-нибудь, может быть, инструкцию оставили. Ну, на мой взгляд, эта идея хорошая, но ее нужно, так скажем, глубже прорабатывать. И, в принципе, наверное, тогда будет результат немножко иной. Зато с баскетбольной и футбольной площадками все понятно. Кидаешь себе мяч в кольцо или забиваешь его в ворота. Таких территорий в муниципалитете тоже немало. Часто даже образуются дворовые команды. Площадок стало много. То есть, в свое время, я помню, когда был Советский Союз, было поменьше. Сейчас стало более. Дети, чтобы занимались. Это важно. И это хорошо. Какой бы вид уличного спорта вы не выбрали, главное – воспользоваться теплым временем года и начать тренироваться. Ведь, как говорится, спорт продлевает жизнь. Юлия Погайсян, Николай Карманов, Ольга Садовская, ВиднетВ.